Всем привет, с вами снова Слава и Дружба Обломов. Я не знаю это заведение, на которое мы сделаем сегодня обзор, которое называется М-Китчен. Странное название, не знаю, что такое М-Китчен. Оно может оказаться как хорошим, так и плохим, но заочно, пока что заочно, оно мне нравится. Почему? Потому что там есть любимые мои позиции, такие как всякие Виттеллы Танаты, всякого рода, там даже хот-дог есть, между прочим, и лосось с сашими, и роллы, и сушечки, и всякое такое. То есть есть всякие не супер хардкорные, но очень обычно вкусные мои любимые блюда. Что по ценам? Ну, например, ну, серьезно, по ценам я не могу сказать, потому что, вы же знаете, мы с вами цены угадываем вместе с вами в моем Телеграме. Ну, например, лосось с сашими заявлен как 60-граммовый, я не буду взвешивать, если там приедет дайкон или еще что-то. Или, например, сэндвич Рибай заявлен 180-граммовым, не знаю, много это для сэндвича или мало. Короче, давайте посмотрим, что это такое. У них ни черта не написано о нас, но, по крайней мере, у них брендированные пакеты. То есть, короче, может успешно оказаться и полная дрянь, а может и что-то вкусное. Вот такие вот два чудесных пакета, и они, между прочим, брендированные. Они обещали справиться за час двадцать, и за час двадцать так и справились. Я не знаю даже, можно ли вам что-то показать в этих пакетах, потому что все достаточно вот так вот аккуратненько упаковано в коробочке. И абсолютно все брендированное. То есть, скорее всего, за все это мы заплатили. Я это буду учитывать, потому что упаковочка, между прочим, тоже стоит денег. Ничего не протекло, все реально супераккуратное. Я даже вытащу еще несколько коробок, чтобы вам показать. Вот, вроде как... Ааа, нет! О, черт! Оу! Да, конечно, какому-то там... Да! Конечно, это везли, судя по всему. Да! Вот сейчас вы видите фотку, как он должен выглядеть, и я не понимаю, почему тогда он лежит здесь? Как он мог в таком виде сюда влезть? Ладно. Давайте посмотрим, с другими роллами что-нибудь случилось или нет. Ну, например, вот. В Филадельфии упал только один кусочек. Поэтому я не понимаю, он что, такой должен был, что ли, быть? Шут его знает. Ну, ладно. По комплектации все неплохо. Смотрите. Здесь натолкана салфеток каждым вилком, ложком, поварешком. Брендированные красные какие-то... А что это такое? Да, это, видимо, перчатки. И много бутылочек с соевым соусом. Однако, куда этот соевый соус наливать, я не понимаю. Так. Ну, вот смотрите. В этом пакете все. А, все, понял. Вот в этом пакете. Коробочки, куда все это дело наливать. Короче, комплектация на самом деле... Ну, салфеток, как всегда, мало, понятное дело. Но достаточно жирная. Все черно-красное. Единственное, я не понимаю, почему этот ролл так выглядит. Он выглядит реально очень странно. И, исходя из того, что все брендированное, я думаю, что все будет достаточно дорогим. Единственное, вот здесь что-то... Что-то здесь, короче, чутка подзапотело, что ли? Или это так и надо? Нет, так, видимо, и не надо. Итак, дамы и господа. 180-граммовый сэндвич-рибай. Вот. Бриошевская булка. Давайте мы посмотрим, что там по поводу 180-ти грамм. Для начала. Вот так положу. Ничего там по поводу... Так, еще раз. Внутри есть, что ничего больше нет. 160-ти грамм вместо 180-ти. И опаленная, вроде как вкусненькая, пахнет отлично. Булочка с сэндвичем-рибай внутри. А вы знаете, что? Давайте прямо начнем с того, что я спрошу у вас в телеге, сколько это стоит. Итак, дорогие друзья, наша постоянная рубрика, сколько же это стоит? 160-граммовый сэндвич-рибай, вот такая вот штуковина, с сырком внутри. Должно быть 180 грамм, но стоит 160. Булка мягкая, Бриошевская. Кто угадает, тот пирожочек, короче. Посмотрим, кто из вас ближе в комментах приблизится к цене. Проверим минут через 15, когда набежит несколько сотен комментариев. Итак, откусим. Что я могу сказать? Это тушеная говядина, уже подостывшая, с грибами. Похожа на бефстроганов с сыром между двух булочек. Вкусно ли это? Очень, но довольно непривычно. То есть, ты вроде как ешь сэндвич из бриошевской булки, но с грибами, но с говядиной, но с жареным луком и сыром. Сказать, что это невкусно, оно ничего, не потекло, не отслоилось, никакой воды нет. Сказать, что это невкусно, может только умственно отсталый. Но это такое очень странное блюдо. Я даже покручу его для вас еще, несмотря на то, что я его откусил. Я подозреваю, что оно стоит рублей... Сколько бы я за него отдал? Ну, 250 рублей. Там говядина, она растушеная, это не какой-то там рибай, медиум рейр. Это бефстроганов растушенный. Немножко говядинки, лучок и бриошевская булка. Я бы за это отдал 250 рублей, но искренне подозреваю, что стоит дороже. 650. Понятно. До свидания. Извините. Это совершенно обычная растушенная говядина, в которой чувствуется, что она мягкая, неплохая, но никакой премиальности в ней нет. Это просто неплохая говядина с двумя кусочками сыра в булке за 650 рублей. Я когда назвал, типа, 250, я подозревал, что она стоит 350 или 420. 650. Да, вот когда я понимаю, что отдаю за это 650, с доставкой, эта штука надо мной издевается. Это фастфуд, это не ресторанное блюдо, это доставка, но ладно, дальше. Давайте дальше. Такие же бриошевские булки. Крабовый ролл. Само собой, из крабовых палочек. Чудесный крабовый ролл, который должен весить 290 грамм. Погоди, в составе мяса камчатского краба. Серьезно? Да. Так, где мои 270 грамм? Опять же, тоже скрысили 20 грамм. Коробочка пустая. Коробочка пустая. То есть, куда скрысили, абсолютно непонятно. Один пускай крутится. Выглядит неплохо. Серьезно, выглядит? Сейчас я какую-то жопу кальмара, по-моему, съел. Давайте я открою для вас прям вот так. Ну, натолкали, но я не поверю, что это... Да, я не поверю, что это все мясо камчатского... А что там в составе вообще? Булочка хоккайда, мясо камчатского краба, авокадо, соус кипи, икры Тобика. Никаких креветок, ничего там не указано. Странно, потому что мясо довольно плотненькое, легкая остринка. И похрустывающие маленькие икриночки икры Тобика. Поджарено, и все великолепно. То есть булочка, она и мягкая, но при этом опаленная. Черт подери. Сейчас я обосрусь по цене раз в 50. Почему? Мой опыт обзорщика подсказывает, что абсолютно все, абсолютно все, что с мясом краба, оно капец какое дорогое. Но другой вопрос, хочу ли я мясо краба есть с булкой? Ну ладно, это вкусно. Это крабово. Откусив третий раз, начал верить, что это мясо краба. Но здесь половина мяса краба и половина булки. Вот если взять вот так составляющую и половина булки. Я бы смело за это заплатил, за вот эту бриошевость, глазированную вот эту вот, глазированную бриошевскую булочку. Рублей шестьсот, но думаю, что это стоит тысяча триста. Тысяча четыреста. Тысяча четыреста. Да, ладно. Что-то на богатом. Двухсот шестидесятиграммовые острые крылышки. Очень похоже на KFC, по крайней мере на тот KFC, которым он когда-то был. Прям такие хлопушки. Так, двухсот шестидесятиграммовые, говорите. Опять же, я не понимаю, куда они 20 грамм все время убирают. Шут его знает. Так, одно крылышко я вам положу вот сюда в фокус, великолепно. А одно крылышко откушу. А где соусы? Ничего не было? Серьезно. Куриные крылья без соусов. Ощущается острота, но нехватка специй. То есть, острые специи есть. То есть, остринка из серии 0.5 из 10 по моей шкале. Или может 1-1.5, может 2 у нежных девочек по шкале обычного человека, который не любит острое. Я не обычный человек, я имею в виду, что я люблю острое. Но специй я в панировке не чувствую никаких. То есть, крылышки вроде мягкие, вроде отличные. Немножко они пересушенные. Немножко пересушенные. Но полностью валдановые, съедобные. Просто в KFC ты чувствуешь, что там какой-то идет набор специй. И в KFC сколько стоят такие крылышки? 160 рублей. Сколько штук тут? Раз, два, три, четыре, пять. Пять крыльев в KFC. Сколько стоит в KFC? Пять крыльев. То есть, вот сколько стоит в KFC? За эти я бы отдал чуть меньше. Процентов на 25-30 меньше. Потому что специи не чувствуются вообще. Но выглядят они, согласитесь, довольно неплохо. Я бы сказал, даже хрустяще, успешно, валдановенько. 219 в KFC. Ну, значит, за это я бы отдал... Учитывая, что это не KFC. 250-260. Учитывая, что KFC это большая сеть. Для них все дешевле, гигантские закупки. 270 рублей я бы за это отдал. А предполагаю, что 540. 480. 480, понятно. Короче, объясню. Это вкусненько. И предыдущие блюда тоже вкусненькие. И я даже вообще нифига не против в ресторане платить за ресторанные блюда или за необычное сочетание. Но! Пацанята взяли пародию на KFC и сделали в два раза дороже. Короче, это KFC, только без KFC-шных специй и в два раза дороже. Все! То есть, я не понимаю, это съедобно. То есть, даже обгладываю зашибись. Фастфуд. Но в ресторане заказывать себе полные клоны KFC я бы не стал. То есть, все-таки ресторан. Ладно, пусть будет. Спорить не буду. Это 80% клон KFC, просто в два раза дороже. Кстати, вот можем уже посмотреть комменты. По сэндвичу Рибаю больше всех приблизился Евгений Смаль. Вы видите, вот здесь его коммент. Он назвал цену в 650. Там сколько было? 650. Евгений Смаль угадал. Красавчик. Погнали дальше. Итак. Странная штука, которая почему-то называется хот-догом. Она должна быть 160-граммовой. Я фиг его знает. Еще раз. Ничего больше нет. Ничего, ничего, ничего больше нет. И я понял, почему крышка. Там обычная магазинная сосиска. Народ, я вам честно скажу. Если это стоит 500 рублей, я буду в ***. Я понял, почему крышка запотела. Вот так вот. Потому что сверху здесь лежат огурцы. И там внутри, по-моему, обычная покупная просто сосиска. Ни сарделька, ни колбаска. Это просто сосиска из магаза. Политая горчицей и присыпанная сухим луком. Народ. Это отстойная покупная сосиска. Слоеная из какая-то расслаивающейся из туалетной бумаги. Образно выражаясь. Это невкусно. Это не хот-дог. Когда брешевская булка вкусная. Ну, прям народ. Это прямо дешевая-дешевая сосиса. Ни сарделька, ни колбаска. Дешевая-дешевая сосиса. Без вообще привкуса мяса какая-то из говна и палок. Она даже не хрустит при откусывании. Просто жесть. Даже на камеру. Прозуй максимально. Видно? Она прям расслоенная. Из слоев какой-то туалетной бумаги. Я не знаю. Я просто... Я скажу. Если это стоит 500 рублей, я ебаную. Если это стоит 150, то я за. Сколько это стоит? 485. Пошли. Дай бог здоровья. Не, народ. Ну, это вообще не хот-дог. Где большая сарделька, где наполнение, где булочкой шито маленький кусок вкусной бриошевской булки и сосиска из, я не знаю, самого дешевого сетевого магаза. Тут даже вкуса мяса нету. Но при этом брюшевская булка. При этом пятихатку это стоит. При этом вот оно вот так вот поджарено сет. Короче, я хрен знает. Несоответствие цены и то, что ты получишь. Там нет ничего больше. Народ. Может, вы думаете, тут внутри что-то? Нет. Это микрососиска из пятерочки, с самой нижней полки. Не знаю. Красная цена по акции в скидочный день. Капля горчицы и огурчики. Но огурчики нарезаны сеточкой. Короче, херь полная вообще. Имхо. Давайте вы попробуете угадать еще одну позицию. Это, друзья мои, Филадельфия, которая выглядит пряжем, скажем, ну, типа, не очень. Она должна быть 180-граммовой. Окей, хоть где-то. Это, Филадельфия, выглядит, я не знаю, видно там на камеру и нет, но выглядит она как полная лажа. Ну, типа, это выглядит плохо. Вы скажете, ну, ты преувеличиваешь. Я преувеличиваю? Серег, я преувеличиваю? Оно просвечивает. Оно супер маленькое. Оно размером, я не знаю, оно размером с 5-рублевую монетку. Это прям очень мало. Вот вам для сравнения, вот 5-рублевая монета. То есть, роллы реально немногим больше. То есть, они маленькие, они просвечивают, как-то это все не очень. Может быть, конечно, они туда добавили каких-то препаратов, и по вкусу это все будет настолько божественным, что просто капец. Но что-то я сильно в этом сомневаюсь. Ладно, я не буду брать самую богу, где даже сыра не видно, но это жопка. Я возьму вот, где, ну, более-менее сырец творожный виден. Окунем. Вкуса рыбы нет. Рис сварен отлично. Чувствуется что-то с творожным сыром и соевым соусом. Такое в Питере продается в самых задрипанных сетевых... Не, нифига. В задрипанных сетевых местах все-таки получше. Ролл очень маленький. Он похож на акционный ролл. Вот серьезно, акционный ролл в сетевом месте. Вот серьезно. Вот просто посмотрите на это. Акционный ролл, который идет со скидкой из серии «Заказал на 2000» подарок от шеф-повара. Он очень маленький. Рыбка очень посредственная. Дай угадаю, это стоит 300 рублей? Но оно же не стоит 600 рублей. Нет. Окей, сколько? 750. 750. Я никогда еще, вот за последние десятки обзоров, не видел такой бешеной разницы между ценой и тем, что есть. 750 рублей даже по меркам Москвы, не то что Питера, по меркам Москвы приезжает даже не заморозка, а рыбка-охлажденка. С огурчиком-соломкой, идеально свернутая, с толстым слоем рыбки, с супер неждым с оливочным свежим творожным сыром. Это стоит 750 рублей, и это уровень, я почему-то хотел сказать уровень подворотни в Саратове, хотя я просто в Саратове ничего не имею, но я думаю, что в Саратове не очень много сушилин, и вот в какой-нибудь из самых плохих подают вот это. Ну, то есть, это прям плохо. И если бы она стоила 300 рублей, я бы вообще слова не сказал. Типа, ну, ты такой, 300 рублей, я хочу вспомнить, как выглядит Филадельфия. Ну, она выглядит примерно так. 750 вы ч***у дали, что ли? А вы знаете что, дорогие друзья, давайте вы попробуем, я выложу лучшие кусочки, вот, и вы попробуете угадать цену этой Филадельфии. 750, сука. Вы ч*** троллите? Всё. Окей. Идём в телегу. Так, дорогие друзья, вот такая вот Филадельфия, вот такая Филадельфия, вот, я её положил рядом, она немного больше 5-рублёвой монетки. Вот так выглядит. Очень интересно узнать, какую цену вы назовёте. Вы знаете почему? Потому что вряд ли кто-то угадает, потому что когда я в славном обзоре, когда я назову цену, вы охренеете. Вы охренеете, сколько просят вот за это. Это супер, супер маленькая Филадельфия драмная. Драмная в плане неаккуратно свёрнутая. С кое-где просвечивающей рыбой. Вы охренеете, ну может кто-то угадает. А вот, исходя из того, какая была Филадельфия, ну блеха, муха, ну что, серьёзно? Ну что это за сашими? Ну это теша что ли? Я не знаю. Ну вот, Серёж, видишь, видно на камеру, насколько это жирно-блестящие куски? На ту камеру, по-моему, тоже видно. Ну давайте гребешок, ну что? Вот гребешок размером, реально размером с 5-рублёвую монетку. Серьёзно? Серьёзно? Сколько там сашими гребешок? 60 грамм должно весить? Нет? Нет? Дайте угадаю, оно замороженное. Это просто трухлявое перемороженное жужево. Просто, просто трухлявое перемороженное жужево. Ни о каких живых гребешках, из которых бы это вырезалось или медленно размораживалось, хотя бы речи не идёт. Дайте угадаю. Окей. Давайте, я обнулю и переложу. Сашими лососцовое, всего 3 жирных кусочка, должно быть тоже 60-граммовым. Давайте проверим. 2 кусочка и 3. Третий. Хрен. Лосось точно такой же, как я понял, как и в роллах. Пробуем. Ладно. Этот лосось лучше, чем в роллах. Просто это теша. Он свежее. В Филадельфии вообще не чувствовался вкус лосося никак. Ну, то есть ты жевал непонятно что. То есть там какая-то заморозка-переморозка с замороженной заморозкой. Чувствуется вкус рыбы, но жирной рыбы с пузяки. И недовесы. Я думаю, что они берут за это по 490 рублей. Сейчас 120 и 700. Я бы за это дал 100. За лосося, а за гребешок я бы дал 0. Это как жевать замороженную вату. Сашими из гребешка должны быть либо из живого гребешка, который срезается и едет час до клиента. Либо сашими из гребешка быть не должно. Не бывает сашими из замороженного гребешка. Это как купить за 600 рублей вату. Все. Мое мнение. Погнали дальше. И только что обратила Машуне мое внимание на то, что здесь написано. Em Kitchen. It's not for everyone. You know? Real talk. Real talk. It's not for everyone. Ну, реально не для всех. Потому что какой дебил захочет 600. Сколько там гребешок ты дописала? 700 рублей за перемороженных 4 гребешка за эту вату платить захочет только дебил. Тартар. А где хлебцы к нему? Нигде. Тартар. Вот такая вот штуковина. Давайте я ее покручу. Хотя нет. Давайте я положу мяту сразу Виттелло Таната. Вы на него посмотрите. А я пока взвешу. Я что-то не понимаю. А что оно выглядит? Как просто фарш перекрученный. Или я что-то не понимаю. Ну ладно. Тартар с каперсами. 115 грамм должно быть. Мне кажется, здесь хотя бы есть 115 грамм. И никаких не на что положить. Черного хлебушка ни черта нету вообще. Я не знаю. Прозуем максимально. Оно выглядит как паста. Попробую. Я не понимаю. Я вроде горчичку чувствую. Вкус мяса как будто это на фарш прокрученное мясо колбасное. Я не знаю, как вам показать еще крупнее. Вот из серег. Я не вижу кусочков мяса. Это просто паста. Вообще кусочков мяса не вижу. Ощущение как будто оно прокручено через мясорубку. И вкуса мяса. Вот вкуса самого тартара говядины ноль. Я чувствую что-то с горчицей, огурчиком. И после вкуса какой-то свиной сосиски что ли. Я не знаю передает ли камера, но это не тартар. Еда космонавта из тюбика что ли? А тоната? Может хоть тоната? Тоната похожа на тоната. Соуса очень мало. Но хотя бы сам розбив. Он розоватый и тонко нарезан. Соуса чудовищно мало. То есть тоната сухое. Вот я поднимаю кусок, на нем нет вообще соуса. И каперсы зачем-то здоровенными вот этими кусманами. Просто назови цену. Бетелло тоната 850 рублей. А тартар 750 рублей. Давай последнее блюдо. И теперь, дамы и господа, ролл вулкан, который вот фотка вот так должен подаваться. И вот как он приехал в доставке. Я хэзэ. Ролл вулкан. 240 грамм он должен весить. Весит даже не 200. Даже с коробкой. Просто какая-то каша. Сладковатая каша с майонезом. Я все. Я не знаю насчет, что такое крабовый микс, как сказала Маша. Там внутри какой-то мазик со шметками чего-то. Все разорванное, порванное, уроненное на бок. И судя по всему, вот Филадельфия же приехала, ну, с таймя. Они реально вот так его туда затолкали. Из всего, что приехало, я бы сказал, что сэндвичи в бриошевской булке лучше всего. Там были какие-то крабы, да, какой-то краб в бриоши вкусненько. Ну, ты булку ешь, но краб чуть-чуть чувствуется. Сэндвич типа... Это пи***. Я не понимаю, что по ценам. То есть, я понимаю, можно заломить цену на какое-то блюдо из серии там фаланги краба с соусом от шефа, что-нибудь такое. Здесь какая-то нищенская фила дороже, чем хорошая в Москве. С просвечивающей рыбой, малюсенькая, с 5-рублевую монетку фила, просто сетевая. Громовочки вообще не соблюдены абсолютно. Курица, просто как в KFC, только без нужных специй, в два раза дороже. Сашими, с несоблюденными громовками и рыба срезана просто с пуза. Я не знаю. Все, что я озвучиваю в моем обзоре, это мое оценочное суждение. Но даже на видео оно выглядит всрато. То есть, я не могу за кадром скрутить ролл, чтобы вам показать, как фигово. Вот я при вас все распаковываю, это лажа. Оно съедобно. Но за свои бабки, я скажу так, это очень слабо. И самая хрень, это тартар. Это как будто какая-то прокрученная паста из какого-то говна и палок. Ну то есть, чтобы в такое заведение пойти поесть, я могу сказать только одно. Вот это, вот это я могу сказать. С вами был славный дружеблом. Кушайте много, кушайте вкусно. Это очень странно. И очень слабо. Ты угадавшего последнего не назвал. А, я угадавшего последнего не назвал, точно. Так, а цену чего мы там угадывали в последний раз? Цену Филадельфии угадал Крештель Дмитрий. Вот это покажу вот так. Ну и скриншот вы видите на экране. Крештель Дмитрий, ровно 750. Хотя кто-то, ну я забайтил, что она дорогая. Кто-то на 1900, 900, 1100. Я не знаю, я просто не сравниваю. Я никогда свою доставку роллов и суши не сравниваю ни с чем. Давайте возьмем вкусные суши. Ну сколько у них стоит? 690, по-моему, рублей у них. У них Филадельфия стоит на 60 рублей дешевле. Она огромная, она идеальная, она идеально свернутая. Вы скажете, подлизываешь вкусным сушам. У суши Уайт так же. Там есть всякие важные рыбы. Огромное количество всякого в Москве есть тоже. Да, там может она стоит там 750 или вы... Ну здесь 750, это сетевуха уровня 6 лет назад, подворотня. Я не знаю, опять почему я хотел сказать Саратов. Почему здесь Саратов вообще? Почему Саратов? Я то Томск, то... То Томск, то Саратов, короче. Упоминаю почему-то в ключе из серии, что вы здесь привезли. Хотя я не был ни там, ни там. Наверняка прекрасные города. Не знаю, это шиза какая-то. Может в каком-то анекдоте слышу. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. М-Китчен. Ну я... Тут мои... Тут мои полномочия. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok